Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Именно в этот день врачи со всего мира рассказывают о губительных последствиях туберкулеза для здоровья, о способах заражения и методах профилактики и лечения. Еще в 1993 году Всемирные организации здравоохранения это заболевание объявили национальным бедствием. Туберкулез – инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, и без соответствующего лечения больной формой туберкулеза ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек. Между тем, профилактика была и остается главным средством в борьбе с туберкулезом. Флюорография легких – это практически единственный метод, позволяющий выявить и диагностировать туберкулез легких до появления каких-либо жалоб. Взрослое население подлежит флюорографическому обследованию не реже одного раза в год. Наиболее чувствительны к этой инфекции дети первого года жизни и подростки. Основным методом выявления туберкулеза у детей является проба Монту или Диаскин-тест. Для подростков обследование происходит двумя способами – иммунодиагностика и флюорографический метод. К сожалению, туберкулез не щадит никого, даже людей социально благополучных. А поэтому здоровый образ жизни, прохождение профилактических медицинских осмотров, а при необходимости своевременное и полноценное лечение – лучший гарант вашего здоровья.